всем привет с вами travel канал и аня ночь прошла тяжело готовимся к полету одна из самых утомляющих вещей в этом путешествии это постоянная упаковка и распаковка багажа и даже при условии что собрать моего малыша занимает не больше 20 минут я порядком устала от этого ну что пока пока сан-пауло пока пока воображаемые домики пока пока хотя взяла вылет вечером специально чтобы на осмотр сан-пауло у меня было минимум два дня вышло так что в апартаментах мне не разрешили оставить вещи чувствовали себя самого утра просто отвратительно поэтому первые полдня я сидела в лобби апартаментов во вторые полдня просидела в аэропорту ну что ребят последний взгляд на латинскую америку поехали ближе к дому все контроли пройдены сижу в аэропорту можете себе представить меня впервые спросили о вакцинации от желтой лихорадки я слышала что для вылета из аэропорта в сан-пауло и рио-де-жанейро иногда надо предоставить какие-то прививки сертификатов но у меня билет в одну сторону йоханнесбурге то есть юар у меня просто пересадка и несмотря на это мне сказали что обязательно нужна прививка от желтой лихорадки хорошо что я ее сделала перед вылетом вообще я ее делаю именно для южной америки но не для того чтобы отсюда вылететь короче дела смешные хорошо что она у меня была хорошо что я сделал именно международный сертификат делала бесплатно на трубной есть там одна единственная больница я так понимаю на всю москву где делают такие прививки в общем сижу жду вылета переживаю за свои уши купила лекарства в аптеке перед отъездом закидываюсь ими активно посмотрим как перенесу полет давайте использую этот момент чтобы рассказать вам каким образом я находила дешевые билеты на протяжении всей этой поездки а также раньше давайте начнем с базы если мы говорим о авиабилетах внутри россии или сегменте из россии куда угодно конечно же лучший поисковик это авиасейлс в нем вы можете выбрать не только конкретный город но например можете поставить страну и посмотреть в какой из городов в этой стране вам дешевле всего улететь или например поставить вообще отправиться куда угодно что тоже классная штука когда вы особо не знаете не видеть каких-то преференций относительно определенного места можете сориентироваться по цене узкая скамера система еще прогрессивнее вы можете выбрать например любую страну из нее билеты куда угодно это так как я искала билеты из бразилии куда-нибудь вообще ближе к нашей части света собственно я использовал скайс камер потому что у меня есть зарубежная карта который я могу оплатить билет и билеты там зачастую дешевле чем у нас потому что когда их продает какой-то посредник в россии естественно накидывает комиссию за то что он оплачивает этот билет на зарубежном сайте комиссия может быть не такая и большая но все равно если у вас есть возможность лучше эти денежки сэкономить выбирала я вариант скайсканеры из бразилии куда угодно таким образом я поняла что самые дешевые билеты из бразилии это из сан-павло именно поэтому я сюда и приехал про город я слышала много плохого поэтому не вгорело желанием его видеть но раз уж так вышло решила что посмотрю его хотя бы чуть-чуть собственно вчерашний день показал что не все страшно так как кажется так как нагнетали поэтому настроение мое улучшилось если бы не болезнь но сейчас не об этом следующий момент очень часто бывает так что билеты напрямую в какой-то город стоит дороже чем билеты в этот город с пересадкой давайте расскажу на примере каким образом я купила билет я сейчас лечу в дубай с пересадкой в йоханнесбурге смех в том что если купить прямой билет в йоханнесбург он стоит в полтора раза дороже чем билет в дубай с пересадкой в йоханнесбурге как человек который летит без багажа только с ручной кладью со своим рюкзаком беру билеты в дубай но выхожу в йоханнесбурге почему потому что я уже была в южной африке я ее очень люблю но я не посещала национальный парк крюгер этим мы с вами займемся прямо завтра я попыталась сэкономить еще больше и перенести второй билет который из йоханнесбурга в дубай на другую дату чтобы мне не приходилось выбираться из йоханнесбурга своими силами но к сожалению в данном случае это оказалось невозможно хотя иногда так делают даже если вы покупаете билеты у посредника тут мне заломили цену равную стоимость билета из сан пауло в дубай поэтому я поняла что в этом нет никакого смысла и хочу особо отметить это инструкция работает только если вы собираетесь воспользоваться первым сегментом они вторым потому что зачастую бывает так что если вы не явились на 1 рейс 2 отменяется и это касается не только билетов в одну сторону такое бывает и с чартерами когда вы летите туда обратно соответственно если вы опоздаете на билет туда на обратный самолет вас могут не посадить это надо всегда уточнять у оператора у которого вы покупали билеты если же вы хотите воспользоваться только билетом туда you are very welcome все получится кроме того если вы собираетесь например поехать на месяц в таиланд но при этом билеты туда обратно например стоит каких-то огромных денег вы можете взять тур тур и иногда стоит дешевле чем отдельно билеты таким образом покупая тур вы можете во первых воспользоваться билетом туда пожить какое-то время в том отеле который вы выбрали и дальше уже разобраться на месте с живем на более долгий срок и потом отдельно купить билеты обратно бывает так что это дешевле чем купить билет туда обратно и забронировать жилье там на все время кроме того на праздничные даты я использовала такой же механизм но покупала самый дешевый тур который был и использовала его как перелет потому что опять же чартеры бывают дешевле чем билеты в общем доступе и соответственно я покупаю тур но при этом я еду только используя билет а дальше отправляюсь в тот отель куда мне надо или например к друзьям вот такие маленькие лайфхаки у меня есть поделитесь какие есть у вас может быть поможем друг другу вместе желаю вам спокойных полетов и хорошего дня а на сегодня это все у меня еще огромный перелет впереди буду спать так что увидимся с вами завтра уже и хранится пока пока